Вечер инструментальной музыки Наша задача показать всю многогранность нашей казахской музыки, показать, какие фундаментальные вещи пишут для странно-сифонического оркестра наши казахские композиторы. И я думаю, наши зрители сегодня получат большое удовольствие и наслаждение от восприятия этой музыки. В концерте приняли участие заслуженные деятели Республики Казахстан, кавалеры Ордена Курмет, Едиль Кусаинов, Нургуль Сапарова, Ермек Магавин, Жан Тапин, Курмаш Махан и Альбина Аганисян. Также на сцену вышли лауреаты международных и республиканских конкурсов Алибек Альмадиев, Татьяна Ким, Зарина Бажакова и Унирбек Кулов. Концерт открыл слушателям многообразия музыки и подарил праздничное весеннее настроение. Барбара Ханниген всегда находит способ совмещать карьеру сопрано и дирижера. Артистка встала за дирижерский пульт Лондонского симфонического оркестра. Прозвучала 44-я симфония Йозефа Гайдена. Барбара Ханниген удивляет поклонников своими талантами. На счету канадской оперной певицы почти сотня мировых премьер. Для нее пишут ведущие композиторы. Она не перестает удивлять публику эмоциональными концертами и перформансами. Она является обладательницей престижных премий Грэмми и Джуно. Ханниген покоряет аудиторию смелостью, свободой жестов и мощной творческой энергией. В Ласкало представили новую постановку сказок Гоффмана в режиссуре Давида Ливермора. Гигантские тени, черная магия, венецианские ночи. Постановщик спектакля создал волшебную атмосферу, рассказывая о любовных переживаниях поэта Гоффмана. Музыкальным руководителем спектакля является французский маэстро Фредерик Шазлен. Он ранее продирижировал сказками более 500 раз. Выступление на одной сцене признанных мастеров и юных талантливых исполнителей, формат, к которому время от времени обращаются коллективы филармонии имени Рахмадиева. Оркестр столичной филармонии выступил с молодыми дарованиями учащимися музыкальных школ. Надо с детских лет приучать наших молодых подарённых детей к большой сцене, чтобы они начали привыкать уже с детства играть с большими оркестрами. Проходил отбор этот концерт. Выявили вот девяти интересов наших солистов разных инструментов, и струнные, и духовые. Юные таланты совместно с симфоническим оркестром исполнили произведения разных жанров и стилей. В программу вошли произведения Гайдена, Форе, Сибелиуса, Фролова, Крейслера и Райнека. На большую сцену вышли солисты Жамиля Сулейменова, Гуляф Лебедева, Диэржан Ахатов, Дидар Карим, Дарина Ляшок, Мурзабек Инжу, Райхан Дусинбай, Жакен Арман и Дарига Каскенова. Их имена еще не растанут украшением афиш отечественных и зарубежных концертов. Я очень благодарна дирижеру, двум дирижерам, Халхаману Ага и дядю Адилю. Мне очень нравится играть на скрипке. Я занимаюсь на скрипке с пяти лет. Я буду играть прелюди Аллегру, Аллегра Крейслера в стиле пуньяни. Артисты столичной филармонии всегда стремятся создать благоприятные условия для творческого роста и поддержки талантов, помогая юным коллегам найти свой путь в мире музыки. А сейчас мы расскажем вам о событиях ближайших дней. 25 марта в Театре юного зрителя города Тимиртау артисты покажут спектакль Wi-Fi. 25 марта Восточно-Казахстанский областной драматический театр отметится драмой «Хаскор-Улаган-Тюнде». 25 марта в филармонии имени Шамши Колдаякова состоится концерт классической музыки при свечах «Шам Айуен». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова